Сегодня мы делаем обзор книги под названием «48 законов власти». Она довольно популярна как среди американских политиков, чиновников, знаменитостей, например, 50 Cent, так и среди заключённых. Мы долго спорили, стоит ли делать этот обзор, ведь книга учит манипулировать другими людьми. Некоторые из представленных законов действительно безнравственны, и я лично не рекомендую применять их в жизни. Но ведь такие законы могут применяться другими и по отношению к вам. Поэтому я поделюсь с вами только полезными главами, которые могут пригодиться в обычной жизни или помогут защититься от манипуляторов. Закон первый. Никогда не затмевай господина. Всегда добивайтесь, чтобы те, кто занимает руководящие должности, комфортно чувствовали себя наверху. В стремлении угодить им или произвести впечатление не заходите слишком далеко, демонстрируя свои таланты, иначе вы рискуете добиться обратного, вселить в них страх и неуверенность. К примеру, вам 20 лет, и вы устроились на новую работу. Вашему руководителю 40 лет. Спустя несколько месяцев вы осознаёте, что знаете больше, чем ваш руководитель, и у вас есть пара прекрасных идей о развитии вашего отдела или коллектива. В подобной ситуации никогда не показывайте своё превосходство. Люди, занимающие руководящие должности, не терпят того, чтобы выглядеть слабыми или бессильными в глазах своих подчинённых. Ваши ослепительные идеи — это прямая угроза для руководителя его должности. Он может улыбаться вам в лицо, делать вид, что поддерживает ваши идеи, но будьте уверены, что при первой же возможности он заменит вас менее умным сотрудником. Всегда помните о том, что вы работаете на вашего начальника. И если действительно хотите преподнести ему свои идеи, то сделайте это так, чтобы ваш руководитель выглядел при этом в самом наилучшем свете — умным, рассудительным, хорошим. Даже если вы знаете, что это не так, при таком подходе он не будет видеть в вас угрозу и, скорее всего, поддержит вашу инициативу. Таких примеров целое множество. Наверняка у каждого есть знакомый, который старался сумничать на уроке и показать, что он умнее учителя. Тем не менее, хорошую оценку ему никто ставить не спешил. Закон второй. Не доверяй друзьям безгранично. Научись использовать врагов. Ключом к власти является способность осознавать, кто лучше всего способен защитить ваши интересы в любой ситуации. С друзьями надо дружить, а работать с опытными и компетентными людьми. В особенности, если вы работаете над серьезным проектом, ни в коем случае не привлекайте своих друзей. Лучше наймите бывшего врага. Он будет лояльнее друга, потому что ему есть, что вам доказать. Автор книги утверждает, что друзей стоит опасаться больше, чем врагов. Друзья будут завидовать и предадут вас с большей вероятностью. Также они ограничивают вашу власть, ведь с ними труднее сохранять профессиональную дистанцию. Друзья не всегда будут с вами откровенны, и понять их истинное намерение весьма затруднительно. Людям вообще свойственно думать, что они сами всего достигли, поэтому ваш друг может легко проигнорировать оказанную вами дружескую помощь и заявить, что добивался всего самостоятельно. Закон четвертый. Всегда говори меньше, чем кажется необходимым. Чем больше вы хотите показаться умным, тем выше шанс того, что вы скажете какую-то нелепицу. Влиятельные люди, как правило, говорят мало. В этом и заключается их сила и влиятельность, потому что никто не знает, о чем эти люди думают. В особенности на переговорах или собеседовании всегда следите за своей речью. Не говорите больше, чем следует, иначе это может выйти вам боком. Если вы беседуете с сильным переговорщиком, то увидите, что говорит он мало. Он кратко выскажет свою точку зрения, а затем будет некоторое время молчать, чтобы дать возможность высказаться вам. Молчание — это дискомфорт. От него вам становится не по себе. Уверена, что вы замечали, как во время беседы рано или поздно наступает момент, когда вы оба прекратите разговаривать, и наступает тишина. Неуютный момент. В таком случае вы готовы сказать что угодно, лишь бы заполнить эту неловкую паузу. Иногда вы даже говорите что-то совсем далёкое от темы разговора, лишь бы поддержать беседу и избежать дискомфорта молчания. Результатом может стать то, что вы слишком много расскажете о себе и потеряете свою влиятельность в глазах собеседника. Закон девятый. Добивайся победы действиями, а не доводами. Куда эффективнее можно заставить других согласиться с вами, если действовать, не произнося ни слова. Показывайте, а не объясняйте. Знаменитый скульптор Микеланджело трудился в своей мастерской. И когда скульптура была почти полностью готова, его посетил мэр города Содерини и произнёс «Вы отлично потрудились, но нос, конечно, большеват». Микеланджело знал, что с носом всё было в порядке, просто Содерини нужно было показать свою значимость. Но вместо того, чтобы спорить с мэром, он сделал вид, что принялся за коррекцию формы носа скульптуры. Постукивая инструментами, он просто пускал пыль, изображая работу. Затем Микеланджело сказал «Хорошо, теперь отойдите подальше и посмотрите, всё ли в порядке». Словесный аргумент, даже если его причина была исчерпана, всё равно оставляет неприятный осадок у собеседника. Поэтому добивайтесь победы действиями, а не аргументами. Закон десятый. Инфекция. Избегай невесёлых и невезучих. Чьи-то чужие невзгоды могут оказаться для вас губительными. Эмоциональные состояния так же заразны, как болезни. Вам может казаться, что вы спасаете утопающего. На самом деле, вы лишь приближаете собственное несчастье. Несчастные иногда навлекают беды на себя. Они навлекут их и на вас. Это как помогать своему другу, который то и дело оказывается за решёткой, вы думаете, что помогаете ему, но вы просто заражаетесь его несчастьем. Вместо этого держитесь поближе к везучим и счастливчикам. Закон тринадцатый. Прося о помощи, взывай к своей корыстию людей и никогда к их милости или великодушию. Если вам пришлось обратиться к кому-то за помощью, то не пытайтесь напоминать ему о тех добрых делах, которые вы для него когда-то сделали. Собеседник найдёт способ вас проигнорировать. Вместо этого, в своей просьбе, дайте ему увидеть нечто такое, что будет выгодно ему, и всячески акцентируйте на этом внимание. Он с воодушевлением поддержит предложения, сулящие выгоду ему самому. Когда мы приступили к созданию этих видео, то попросили знакомых оценить наши труды. Однажды я позвонила своему другу и спросила, может ли он уделить мне десять минут и оценить мои видео. Как только он поднял трубку, то начал оправдываться, что ему сейчас не до этого, и вообще он очень устал. Я поняла, что наш разговор не заладится, и перевела его в другое русло. Да, конечно, нет проблем. Можем обсудить это позже. Кстати, слышала, что ты планируешь покупать инвестиционную недвижимость? Хочешь встретиться за чашкой кофе и обсудить это? Я бы могла дать тебе пару советов. После недолгой паузы он задал несколько вопросов о приобретённой квартире. Спустя несколько часов мы уже сидели и пили кофе. Я рассказала ему об инвестициях в недвижимость и уже затем попросила дать отзыв о моих видео. Теперь он, конечно, согласился и оценил мою работу. С одной стороны, можно подумать, что это манипулирование, но я предпочитаю называть это «переформулировать свою просьбу». Люди вообще эгоистичны по своей природе. Вы либо принимаете это, либо нет. Какая бы задача перед вами ни стояла, наш разум всегда спрашивает, а какая в этом выгода лично для меня? Если её нет, то и никаких действий предпринимать не захочется. В особенности помните об этом законе, когда обращаетесь за помощью к более опытному и знающему человеку. Такие люди не будут тратить своё время впустую. Поэтому сперва изучите то, чем они занимаются, и как вы могли бы им помочь решить ту или иную задачу. Предложите им своё решение в обмен на то, что хотите получить от этого человека. Закон 28. Приступай к делу без колебаний. Если вы не уверены в том, как пойдёт дело, не начинайте его. Ваши сомнения и колебания повредят исполнению. Робость опасна. Лучше сразу сделать ход конём. Любые ошибки, допущенные вами из-за самоуверенности, легко исправить с помощью ещё большей самоуверенности. Все восхищаются смелыми. Робостью многого не достигнешь. Несколько лет назад мой друг проходил собеседование на должность, в которой он, мягко говоря, профессионалом не был. Что удивительно, его взяли на работу. И когда я спросила, как ему это удалось, то он ответил. На некоторые вопросы я не знал ответа, но показал работодателю, что если нужно, то я разберусь в любом вопросе и буду лучшим работником отдела. Несколько месяцев спустя он вновь встретил того менеджера, который проводил собеседование. Тот сказал, «Единственная причина, по которой я взял вас на работу, это то, что на собеседовании вы показали свою смелость и бесстрашие. Квалификации вам явно не хватало. Большинство людей на вашем месте даже не осмелились бы прийти на собеседование». Закон 36. «Презирай то, чем не можешь обладать». Игнорирование — лучшая месть. Если вы признаёте проблему, то даёте ей право на существование. Чем больше внимания вы уделяете врагу, тем сильнее он становится. Когда вы начинаете исправлять маленькую ошибку, она превращается в большую. Иногда лучше оставить всё как есть. Если вы хотите чего-то, но не можете этим завладеть, просто игнорируйте это. Чем меньше заинтересованности вы проявите, тем более недосягаемым будете казаться. Когда вы признаёте своих врагов даже для того, чтобы им противостоять, то попадаете под их влияние. С помощью игнорирования вы их уничтожаете. Это приводит их в ярость, выбивает из колеи, но поскольку вам всё равно, сделать они ничего не смогут. Закон сороковой. С презрением отвергай бесплатные обеды. Ничто не даётся нам за просто так. Обычно за этим стоит хитрый трюк или скрытое обязательство. Всегда платите полную цену. Поступая таким образом, вам не нужно никого благодарить, винить или обманывать. Бесплатно может оказаться самым дорогим словом. Всякий раз, когда вас соблазняет халява, будьте очень осторожны. Все мы знаем, где лежит бесплатный сыр. За бесплатным предложением стоит некий посыл. К примеру, вы простоите целый час в очереди за товаром, который стоит 2 доллара. Думаете, он достался вам бесплатно? Вы только что заплатили за него часом своего времени. То есть вас можно купить на один час за 2 доллара? А действительно ли бесплатна бесплатная доставка? Конечно, нет. Она просто скрыта в цене за товар, который вы приобретаете. Закон 41. Старайся не идти следом за великими. Оригинал всегда кажется лучше и уместнее того, что следует после. Если вы преемник великого человека или происходите родом из знатной семьи, то вам придется не просто повторить, а удвоить достижения своих предшественников. Вместо этого создайте свое имя и свою личность. Например, вы устроились на новую работу и узнаете, что бывший работник на занимаемой теперь вами должности был одним из лучших сотрудников компании. Представляете, как трудно вам будет добиться успеха на этом посту? Бывший сотрудник установил очень высокую планку. Люди ожидают, что вы будете соответствовать таким же высоким стандартам. Вам нужно будет работать в два раза более усердно, чтобы выделиться. Либо придумать что-то свое, чтобы вас не сравнивали с вашим предшественником. Новичку больше подойдет второй вариант, поэтому лучший способ добиться успеха — это быть уникальным. Но соблюдайте осторожность, так как прошлое — это ценный опыт. И разрушить все и строить полностью новое — совсем нелогично. Закон 45. Проповедуй необходимость перемен, но не слишком увлекайся реформами. В глубине души каждый осознает необходимость перемен, но люди ведомы своими привычками, и им нравится делать то, к чему они привыкли. Радикальные изменения могут прийти с людям не по нраву, что приведет к раздражению и сопротивлению с их стороны. Если вы заполучили должность управленца и пытаетесь наладить работу своего персонала, но не знаете, с чего начать, то всегда обращайтесь к опыту прошлых лет. А если изменения все же необходимы, пусть они будут ненавязчивыми и представлены сотрудникам как апгрейд накопленного опыта. Закон 46. Ни в коем случае не кажись слишком совершенным. Люди ненавидят, когда кто-то лучше них. Казаться лучше других всегда опасно, но еще хуже — притворяться, что у вас вообще нет никаких изъянов и слабостей. Зависть порождает молчаливых врагов, поэтому иногда все же стоит показывать свои несовершенства, чтобы отвадить зависть окружающих. Лишь небольшому проценту людей удается достичь успеха. Как бы то ни было, вокруг успешных людей всегда будут завистники. Если вы оказались на вершине успеха, то опасаться в первую очередь стоит своих друзей и знакомых, которым повезло меньше вас. Итак, мы рассмотрели самые интересные законы о власти. Прежде чем притворять их в жизнь, продумайте все наперед. Или прочтите книгу целиком, чтобы лучше понять суть приведенных примеров. Это не просто слова, а действительно мощные законы коммуникации, которые могут произвести и обратный эффект, если воспользоваться ими бездумно. Допустим, вы будете пытаться выглядеть рассудительным и важным, соблюдая молчание во время разговора. Но ваше молчание может дать собеседнику подумать, что вы что-то скрываете и выглядите подозрительно. Поэтому ко всему следует подходить с умом. Субтитры создавал DimaTorzok